здравствуйте мои рады пропал на сутки извините не получилось у меня вчера батарейка села потом проблемы были мелкие свои вот сейчас я вот сегодня утеплил примерно стекловата была эта штучка свою называться ракета вот здесь сделать направляющие чтоб палки не падали мы сейчас попробую и затопить на улице минус 30 уже второй день у нас гаража тоже холодно минусу температура так что затоплю две печки сегодня это так как экспериментально буду вертикально топить палочками посмотрим как будет топиться сейчас выключу на 5 стек ну вот пустая палочки горит вот здесь вот направляющие вот тут видно нет вот проволочку вот проволоку здесь проволоку сейчас палочки по совместному опускаться и не упадут а вот стекловатый все раскалится хорошо вот это место раскалится и там пути будут сильные сгорать будет хорошо палочки толстые поэтому видите как не получается как это ну а лучше плавим ускакивать ускакивать пародия на паэльную лампу палочки толстые потому что посмотришь из клавио будет подниматься нет еще что ли палочку запихать вроде мало места смотрим вот идет горячо можете уже подесь нельзя держать еще можно держать Смотри, палки будут гореть, здесь все нормально, что-то около двух часов, палки примерно длиной метр тридцать, ну доска четырехметровый вот обрезок, горбулик, на три часа все делил, вот где-то метр тридцать три, ну они обычно длинные на пять седневров десять, ну метр тридцать пять вот так вот они, но они разные видят, разный длинный набор сейчас дрова принесу, здесь поглядывать буду, здесь добру другую печку тоже, тоже хорошая печка покажу ее сейчас ну вот, раскалилась все здесь, горит хорошо, там вылетает пламя, ну так конечно как, но все равно, тут у нас очень даже хорошо творится, что внутри, красота пошевелим вот одна палочка уже мелкая, видите, вот, проголела, кусочек торчит хорошо направляющий надо сделать, хорошего металла сделать, такой как скобы, застегнул, поставил палки, застегнул, и чтобы они как бы не падали никогда, чтобы этот подвес вниз, то там можно говорить, вот тут даже вот три метра можно, ну тут, да, три метра у меня влезет сюда, потому что тут поднято, тут же поднято у меня, это расстояние, это расстояние, три метра войдет, ну это, думаю, не знаю, даже будет сказать, сколько часов будет гореть нормально, нормально все раскаленное, внутри, видите, хорошо, вот этот, вот тут даже видать, если у вас вида нет, красота, красота там проглядывает печка вот внутри, ну что думаю, пора посмотреть сейчас, шевернем эту бакуу пора посмотреть, какая температура, палочкой он практически хворостом может топить до 200 градусов хворост кто живет возле леса, сад или сад есть, или что-то, это бесплатно топить вот как вот в русской сказке хворостом привез, хворостом топили вот так русские-то и топили бесплатно отапывали избы, дома это именно русская печка есть вот тут наши соседи корейцы, китайцы типа эту печку они просто сохранили это а у нас все это с памяти и стерли стерли а хворост у нас остался хворост у нас в сказках топили а мы думаем, что это вранье как сейчас говорят миф мифы, это правда вон красные все красные, не видно ли, да все это раскаленное здесь быстрее прогорает, смотрю да, хорошо красное все внутри а, вон палочка сюда пробует выйти хорошее направляющие сделать цепляет, болтается и где-то тоже задерживает палки все можно даже как бы ведро сверху надеть ведро она уже не упадет допустим но когда ведро закоснется уже это грубо вот этого места вот у меня печка в доме такая же ракета вот коснется и получается пламя будет нагреваться здесь и пламя поднимется и ведро тоже будет раскаляться гореться ну и зато потихонечку прогорит какой-то старый ведерок линия рассыпется но направлять все равно надо, чтобы не упала вся эта система не будит африканцев назад плечи где-то не слышно не слышно не слышно не слышно на все африканцев просвечивается или просвечивается или или плохая бояре лампа